Йоу, мэн, this is really gangster shit! Вот это моя картошка по-деревенски через 5 минут после приготовления. Всем привет, это Практичный Холостяк, меня зовут Александр, и сегодня я покажу вам, как готовить вот такую вот замечательную картошку по-деревенски, да, ребят, с тем самым вкусом на букву М, ну, практически. Попадание практически 90%, даже 95%, наверное, 6%, не скажу, что 100%, но, в общем, суть такая. Если вы поварьируете немножко пропорциями, в плане больше паприки, меньше чеснока, больше укропа, там меньше приправы для картофеля, то вы для себя найдете тот самый вкус на букву М, который сейчас на букву В и Т. Погнали! Раскрывать секреты двухтысячелетней давности. Сейчас такая алхимия лютая будет. Короче, объясняю, как сделать ту самую корочку. Для этого нам понадобится такой вот пук приправ. Да, приправ надо дома много иметь. Масло, сахар и соль. И еще немного муки. Приводы. Ну, сейчас все подробнее объясню. Смотрите, берем ложку паприки для начала. Прямо практически полную. Так. Дальше. Где-то пол ложки молотого перца. Вот так достаточно. Теперь сушеный чеснок. Его берем где-то тоже пол ложечки. От чеснока хуже никогда не будет. Так. И дальше. По третьей. Вот так вот. Это не чайная, не столовая, что-то средняя. По третьей ложечке. Что-то у нас приправа для картошки. Вот так вот. Там. Что у нас? Лук, чеснок, мука, сахар, паприка, тимьян, розмарин, куркума, каенский. Ну, короче, примерно все то же самое, что мы сейчас мешаем. Только чуть-чуть концентрирование. Так. Каена. Что-то немножко. Так. Для страсточки, как я обычно всегда говорю. Треть ложечки. Куркумой треть ложечки. Это у нас цвет и консервант. Ну, вообще она как придает. Почувствуйте в деснах особую пикантность. Так. И немножко прям. Прямо так вот укропчика сушеного. Вот. Все эту бодягу замешиваем. До однородной массы. Видите, какая она красивая получается. Теперь добавляем туда массу растительного. Прям раз, раз, три, четыре ложечки таких средних. Замешиваем. Потом, если мало будет, еще до... Ну, я думаю, хватит. Так. Замешиваем пиццы. Пиццы. Пиццы с маслом. Так. Вот. Наши пиццы. Чтоб они раскрылись потом. Это тоже вкусно пахнет. Поэтому не только паприкой. Подсветка, конечно, она так будет, темная. Так. Теперь, значит, нам надо четыре щепотки сахара. Небольшие. Вот так вот. Так. Соли. Вот соль я на глаз добавлял по вкусу. Поэтому давайте начнем вот с двух. Небольших. Потом, когда размешаем, все посмотрим. Ну, я думаю, вы догадались, что мы будем делать кляр. Из всего этого. Кляр со специями. То есть, смысл в чем? Что вот эта корочка, это не картофельная корочка. Это корочка, образованная именно вот этим вот тестом. Чуть-чуть воды. У меня тепленькая пошла. Все время замешиваем. Чтоб было однородно. Вот. И перед мукой надо попробовать. Прямо пальчиком на вкус. Вот на соль, на сладость. Если очень солоно, то добавить воды. Ну, соответственно, потом досыпать муки. И кляр просто будет побольше. И будет чуть меньше запах. Слышим. Кстати. Слушайте, мне нравится. Я вот сольки прям. Прям вот. Вот так вот. Прям чуть-чуть бы еще добавил. По сахару вот нормально. Четыре маленькие щепотки. Не сладко, но чуть-чуть чувствуется прям вот как усилитель вкуса. Этого нам и надо. То есть, с одной стороны, чтобы вкус был концентрированный. С другой стороны, чтобы он был не перенасыщенный. Чтобы спицы не хрустили на зубах. Так. Такое ощущение пересолил. Ну, ладно. Давайте попробуем. Так, мука. Ложка. Раз. Вмешивайте по ложке. Я вам прям сейчас так не скажу, сколько надо. Ну, вот это мало. Ложку. Оп. Неполную. Кляр должен быть достаточно густым. Но при этом не. Вот. Прямо чуть-чуть-чуть-чуть. Потому что вот это будет в масле разваливаться. Прямо вот. А ну так вот. По ложечке хватит. Две с половиной. Где-то три ложки средних. Либо две столовых без горки. Ну, вот примерно вот такой вот клярда должен получиться. По густоте. Ну-ка. Нет, кстати, знать, не пересолено. Для картошки в самый раз. Тем более, что он тоже не весь будет. На ней. Вот так вот. Сейчас я вам покажу жарку с другой партии. А это пока отставим в холодильнике. Оставится. Картошку надо нарезать дольками. Я думаю, мне надо объяснить, как это делать. Сначала пополам. И потом вот так вот. Раз. Два. Три. А тут чуть-чуть подмерзло сверху. Нужно вырезать. Чтобы хейтеры всякие там не писали. Ну, а ты. У тебя картошка там какая-то не такая. Она ждет трамвая. Да, ребят, я и гнилую, и сырую. И такую зеленую только не ел. Что? Испугали ежать будем. Задницы. Так, вторая картошка тоже самая. Оп. 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 Сильно крупно дольки не делайте. Сильно мелко тоже. На четыре. Вот средняя картошка на четыре дольки. Опа. Вот и все. Сука, ненавижу фритюр. Вечно пригаринки вышкрябывать. Видите, какое у меня масло красивое. Ммм. Знаете, почему? Правильно. Потому что это уже вторую партию жарю. Так. Вот, кидаем. Раз. Два. Я это делаю, потому что у меня картошка не очень вкусная сама по себе. Поэтому я ее бахну. Если вы взяли или знаете, где взять действительно саму по себе вкусную картошку. Вы знаете, которую сварил и прямо вот ешь, и ничего не хочется добавлять. Вот. Жарьте ее. Я взял картофель для жарки. Он красивый, но не очень вкусный. Поэтому вот так вот. Немножко соли, чуть сахара, картошку туда доводим до кипения и варим 2 минуты ровно. Больше не надо, а то будет разваливаться. 2 минуты прошло, картошку слили. Вот, смотрите, видите, она еще тверденькая, но уже слегка подваренная. Короче, если хотите сразу жарить, то обволакиваем ее кляру и в кипящее масло. А если хотите ее на будущее, это вот полуфабрикат, то ее просто в пакет и в морозилку. И все, и пускай она там в лед промораживает. Потом достаете, прям замороженную обваливаете в кляре и в кипящее масло. Все у вас должно приготовиться как надо. Так примерно в фастфудах и делают. Итак, масло у нас достаточно раскалилось. Огонь делаем чуть выше среднего, потому что если у вас картошка замороженная, то вода сразу начнет скипать, вот этот лед на поверхности. И будет такой... Пузыри пойдут, там лопаться все, начнет, короче, может в глаз стрельнуть, неприятно. Берем кусочки нашей картошки, кидаем их в кляр. Прям кляр можно не жалеть. Все равно там половина его отвалится. И вот в таком виде прям кладем во фритюр. Не поверите. Вот видите, плоховато разогрелся. Еще пока рано положил. Ладно, ждем. Уже теперь не будем доставать. Так вот, объясняю, в чем суть метода. Макдональдсовского-моего. Это то, что кляр сверху должен обжариться и дать вкусную корочку. Именно вот эта корочка хрустит на зубах. Это не корочка у картошки, ребята. Это тесто с приправами. Так. Второй кусочек. Второй курок. Второй курок. Мы давим носком левой ноге. Тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выкладывайте на что хотите, я вот буду на тарелку. Сверху фольга, сверху салфетки, чтобы не растекал. Вот видите, как специи налипли вместе с тестом. Смысл в чем, если вы по методу борща сделаете, я попробовал, я не знаю как у него получилось, но он повар профессионал, но так не получилось. Если вы просто обваляете в воде, в муке и крахмале и специях, и потом все это засунете в масло, у вас весь этот крахмал с мухой вот так вот по маслу разойдутся, там и останутся. Поэтому смысл, чтобы вот эта корочка, во-первых, была вкусная сама по себе и отлично дополняла картошку. вот и все. Вот и все. Вот и все дело. Он, наоборот, прибьет за это. Все секреты их раскрыл. Короче говоря, ребятушки мои, вот. Вот. Ай, запах аж прям как в Макдаке стал. Вот это самое приближенное к Макдаку из того, что я готовил. Никакая духовка не даст вот подобного результата. Ну что, тест-чек. Кисло-сладкий соус Heinz. Ну, это наиболее приближено к тому, что подавали и в Макдаке, и сейчас подают во вкус на точке. Но в Heinz больше этого, чили что ли. Какой-то он вот то ли густерским отдаёт, то ли рыбой какой-то чуть-чуть. Тоже на абрикосовом пюре. Но в Макдаке и во вкус на точке используют соус Девилей. А ехать в Чувашию, в славный город Канаш, на завод Девилей, заказывать оптовую партию, что-то как-то неохота. Поэтому пусть будет Heinz. Так, давайте попробуем вот какую-то самую, как обычно блогеры делают. Ну, глядь. Давайте на Канеру прямо. Чувите? Так. Тут сверху, а внутри... Вот оно-но-но-но. Вот оно-но-но-но-но-но. Мягенько. Макдональдс. Ммм. Блин. Макдак один в один. Практически. 90% попадание. Да. Ребят, вот это корка. Ой. Макдональдс. Почему ты никогда не вернёшься в Россию? Не потому что ты теперь вкусно только. А потому что ты не вернёшься в Россию. Потому что мы все твои секреты скоро раскроем. Ау. Вот мы будем эмпирически с помощью канала «Практичный холостяк». Подписывайтесь, кто ещё не подписан. На YouTube, на Boosty. Короче, в общем, куда ходить, только подписывайтесь. Не забывайте, что у нас есть новый проект под названием «Лариса Премудрая». Это канал детского психолога, где на примере игр разбираются самые различные проблемы детские. И ребёнок учится играть, сочинять, фантазировать, а также убирать от себя всякий негатив. Приходите туда, ссылочка вот тоже в описании. Тоже. Резюме. Картопляндия у нас очередной вин нашего брата над капиталистическим умом. И раз всё, что нужно для того, чтобы создать такой вкус, продаётся в обычной пятёрочке или перекрестке, значит, дальше мы будем эту тему развивать и попробуем сделать что? Правильно. А я сижу и ем Биг Мак. Ха-а-а. Это аээээ нё. Пока! Пока! Биг Мак.